Первое увольнение в Семеновской прокуратуре после обнародования в нашем эфире фотографии, демонстрирующие крепкую дружбу криминальных авторитетов и людей, похожих на сотрудников прокуратуры. Во главе застолья глава нелегального игорного бизнеса Семенова Айдын Гусейнов. В обнимку с ним человек, похожий на старшего помощника прокурора Семеновского района Константина Румянцева. Далее человек, похожий на помощника прокурора Олей Казанокова. Мы провели экспертизу, которая установила подлинность фотографии и отсутствие какого-либо монтажа. С этой фотографией еще в декабре мы посетили Семеновскую прокуратуру. Не совсем уверен, что это я. Ну как это? Мне кажется, это вы. Я не уверен в это. А вот этот человек, это помощник прокурора? Не могу вам сказать об этом. Если непонятно, кто изображен, к сожалению, очень плохая качество фотографии. Румянцев Константин себя не узнал. Вы вообще считаете, что он похож? Это он? Ну, вроде похож. А вот этот вот, другой сотрудник? Ну, похож на бывшего нашего сотрудника, да. А Гусейнова тоже узнаете? Ну, вы знаете, мне сложно сказать, кто из них кто. Просто очень странная фотография, сидят как друзья в обнимку, компрометирующие, так скажем. Мне сложно сказать, где они сидят, что это за... Мне сложно сказать, девушка, понимаете, даже по внешнему виду. Вы предполагаете, что на ней не вы? Возможно, нет. Ну, то есть вы снимались, но, возможно, на этой фотографии не идут. Душку, я нигде не снимался. Не могу вам сказать, что это за фотография. И когда она сделана, тоже не знаете? Не знаю. Вы не знакомы с людьми, которые вели незаконную деятельность? Нет. Я не знаком. Вы знаете о том, что игровой бизнес и некоторые люди из органов связаны? Душку, мне нет информации. Как вообще всплыла эта фотография? Дело в том, что в Семеновском суде сейчас судят бывшего сотрудника местной полиции. Он пытался закрыть подпольный игровой клуб Айдына Гусейнова. Но ничего не получилось. Как утверждает Андрей Груздев, его намеренно подставили. Дело было закрыто. И даже его рапорт о сорванной операции был подделан. Полицейского уже бывшего обвинили в превышении должностных полномочий. Он-то и предоставил нам эту фотографию, демонстрирующую связи криминала и людей, похожих на сотрудников местной прокуратуры. После публикации этой фотографии в нашем эфире, областная прокуратура начала проверку. В первую очередь, Семеновская прокуратура была отстранена от ведения уголовного дела против полицейского Андрея Груздева и вот, как нам стало известно, уволен сотрудник прокуратуры, столь похожий на человека, обнимавшегося с преступником. Он написал рапорт о увольнении из органов прокуратуры. Поэтому он сейчас в прокуратуре у нас не работает. Это все, что я могу вам сказать. Причина увольнения какая? Он по собственному желанию написал рапорт и ушел. Все-таки, наверное, связано с тем, что он на фотографии сидел. Скорее всего, да. Наша программа делала экспертизу вот данной фотографии. Экспертиза подтвердила ее подлинность. И поэтому, возможно, вам, как руководителю, он все-таки признался, что действительно был на фото. Я еще раз вам хочу сказать, что все вопросы, связанные с проверкой, вам необходимо выяснить в прокуратуре. Константин, а почему написали заявление по собственному желанию? Либо это было указание его руководства, либо на самом деле он просто признал тот факт, что это он на фотографии. Но если он признает тот факт, что это он на фотографии, значит, ему ничего не остается. Как признать тот факт, что он покрывал данный горный бизнес? Вы же родственник Айдена Гусейна. Вы знаете о его дружбе с Константином Румянцевым? Нет, нет, нет. Они продолжают поддерживать какие-то отношения? А я откуда знаю? Я не в курсе. Как относитесь к тому, что Константина Румянцева уволили? Вы знаете об этом? В Семене уже ходят байки о том, о вашей фотографии, когда еще первый репортаж, что это похож или не похож. Во многих организациях просто смеются над действием сотрудников прокуратуры, что не узнать себя на фотографии. Я пока работал в полиции, я неоднократно к этому человеку обращался, даже за советом задружеским обращался. Я не владел информацией на тот момент, что он может быть каким-либо образом причастен к криминальным авторитетам нашим Семеновским. Но, на мой взгляд, это такой достаточно юридически подкованный человек. Я думаю, что, наверное, свою дальнейшую карьеру он будет продолжать. Может быть, здесь не в Семенове, а в другой прокуратуре, либо в другом следственном отделе. Он ушел по собственному желанию, он в какую-то другую прокуратуру может быть? Мне сложно сказать. Человек написал рапорт об увольнении, все. Поэтому мне сложно сказать, где он сейчас работает. Нет, у меня никаких чувств, я абсолютно железно отношусь к этим людям. Мне ни капельки никого не жалко. Уволили их, еще там что-то сделали. То есть эти люди, пользуясь своими должностными полномочиями, то информацию, которую они получали от сотрудников полиции здесь, в Семенове, преподносили это таким образом, как угодно это было им. Поэтому абсолютно ни капельки я не сожалею о том, что произошло. Никак вот этот случай не отразился на прокуратуре Семеновского района? Как мы работали, защищая законные права и интересы граждан, так мы будем продолжать эту работу и в дальнейшем. Кстати, областная прокуратура, которая вот уже более месяца ведет проверку этого случая, пока никак свою официальную позицию не озвучила.